Можно? Ну, ни один из этих вариантов не отвечает в полной мере на вопрос, почему ушел Сурков. Сурков ушел давно. На самом деле он ушел давно от того дела, ради которого он, собственно говоря, там и находился. Это комбинирование, это какие-то там политические интриги, политические проекты и так далее. Он был комбинатором, который определял политический формат в стране, количество и качество партии, лидеров и так далее, и тому подобное. Он влиял на эти все процессы, и ему это нравилось. После того, когда был взят курс на ужесточение политики, на более примитивную команду административной системы, когда не нужно думать, не нужно вести беседы, не нужно обыгрывать соперника, не нужно придумывать каких-то вариантов, в отношении менеджера, которые вот, исполнители, сержанты, сержанты и фрейтеры, которые дают команды, распоряжение и следят за тем, чтобы их правильно выполняли. Просто нажимали кнопки, просто выполняли то, что положено. Никакой интриги, никаких переговоров, никаких игр, никаких комбинаций. Суркова отстранили, его не взял с собой Путин в Белый дом, и он проработал в администрации Медведева, который оставался всегда как минимум, вернее, как максимум вторым человеком. И, естественно, это он тоже болезненно достаточно переживал. Его после возвращения Путина в Кремль, Сурков в Кремле не остался, вернее, его не оставил Путин. Это был тоже знак, что больше такие политтехнологи не нужны, нужны люди попроще, попримитивнее, пожестче, понастырнее. И Сурков понял свою невостребованность. Ну, а дальше это все уже было как бы постепенно, понарастающе. Появились претензии. Я думаю, что Владислав Юрьевич сам решил уйти, не дожидаясь каких-либо катаклизмов. Потому что, собственно говоря, делать ему в этой структуре было нечего. То дело, которым он любил и которым он занимался, и которому нравилось, оно исчезло. Ее, эту функцию отдали Вячеславу Володину, который попроще все с этим делом, как бы так сказать, обращается, не особо раздумывая. И Сурков недолюбливался ловиков, а Володин на них опирается. Поэтому вот к этой политике жесткого закручения гайка, жесткого административно-командного управления политическими системами Сурков и не готов был, да и он и не нужен в этой системе. Потому что он был более тонкий игрок, более тонкий комбинатор. Продолжение следует...